ЛДПР и наша партия теперь, друзья. Официальное подписание соглашения о сотрудничестве состоялось 14 марта в здании Госдумы Российской Федерации. Будем дружить, создавать все, что требуется. Здравствуйте, Россия и Молдавия. В процессе переговоров по межпартийному соглашению участвовала представительная делегация нашей партии, которая прибыла в столицу России. Возглавил ее лидер нашей партии Рената Усатый. Большая честь сегодня находиться здесь, вместе с нашей делегацией из Молдова. Вы будете советским школьником, я уже наблюдал и думаю, что знал правила ЛДПР не меньше, чем те, которые жили в России. Потому что вы правильно отметили, что родились мы все в одной большой стране, потом нас разделили. Вы являетесь политиком мирового уровня. Вы неоднократно продемонстрировали и миллионам избирателей, которые за вас постоянно голосуют, и многим внешним политикам. Главная вещь, что вы являетесь патриотом России. Мы являемся патриотами Молдовы. Поэтому, наверное, после 10 лет жизни в Москве в 2014 году я вернулся в Молдову, чтобы отдать в корни, отдать своим корням долг, попытаться изменить жизнь людей к лучшему. Как заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, российские либерал-демократы готовы ко всем формам сотрудничества с нашей партией. Выступаем за то, чтобы были хорошие отношения с Молдовией. Я ее всю объездил в свое время. Наши двери открыты, но наибольшей симпатией у нас вызывает ваша партия. Остальные мы тоже знаем, что они есть. Поэтому мы готовы к любым видам сотрудничества, межпартийной основе, обмена делегациями. Наши молодежные структуры могут тоже отдельно иметь контакты по линии молодежное крыло ЛДПР и молодежное крыло вашей партии. Мы готовы вас приглашать на какие-то наши мероприятия. Если будет какая-то возможность, наши будут депутаты выезжать в те места, где вы какие-то мероприятия проводите. Да и просто вот знать о том, что мы вместе сотрудничаем. Вы нас хорошо знаете, мы знаем вас хорошо. Жизнь меняется. Нам всем выгодно, чтобы здоровые силы Европы, патриотического такого плана, могли объединяться. Коммунистический вариант не проходит, потому что пролетариат не остается пролетарием. Он становится богаче, его уже солидарность с другими бедными не интересует. Конечно, лучше всего не иметь классового подхода, религиозного, хотя в данном случае Молдавия православная и мы православные, нам это приятно. Усатый отметил, что нашей партии есть чему учиться у ЛДПР и рассказал о пути, который прошло политформирование за два года с момента своего основания. Усатый информировал лидера ЛДПР о репрессиях и беззакониях в отношении партии, о сфабрикованных уголовных делах в отношении активистов и руководителей нашей партии. У нас есть чему у вас учиться, у нас нет большого политического опыта, потому что как партия мы существуем чуть больше двух лет, но в начале 2014 года, когда кто-то там с усмешкой воспринимал наш проект, то в ноябре 2014 года рейтинг нашей партии был уже настолько высок, что за два дня нас сняли с парламентских выборов, создав впервые прецедент в Европе. Когда один из лидеров Бонки снимает выборы, это шокировало тогда и постсоветское пространство, и Евросоюз. Хочу поблагодарить тогда свою поддержку высказали вы, высказал Леонид Слуцкий. На этом наши проблемы не закончились. Чем популярнее мы становились, мы участвовали в местных выборах в 2015 году, на сегодняшний день наша партия имеет больше всего выигранных городов в Молдове. Я в первом туре стал мэром города Бельцы, набрал 74%. Наши коллеги сегодня представлены на севере Молдавии и во всех городах Гагузии. Чтобы все знали, Бельцы второй по величине город. Москва, Петербург, Кишинев, Бельцы. Рената, мэр северной столицы, как у нас, Болтавченко. Мы подписывали соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом в Курске и районах. Увидев результаты наших на местных выборах, когда увидели, что у нас тысяча советников разного уровня, 13 мэров городов, мэры в населенных пунктах, Молдавия в 2016 году вернулась к прямому избранию президента. Перед этим во всех опросах мы были на первом месте, то есть в случае прямого избрания президента. И американские, и молдавские, и другие опросы показывали мне первое место в стране. Для этого наши скромные товарищи в Молдавском политбюро пошли на легкое изменение. Через конституционный суд изменили минимальный возраст президента с 35 на 40, чтобы не было участвовать. У нас, к сожалению, в Молдаве сегодня нет демократии. Раньше коммунисты были проблески, но сегодня она напрочь отсутствует. Молдова является захваченным государством, в котором, к сожалению, всеми процессами руководит олигарх сомнительной репутацией по фамилии Блокотнюк. У нас карманные суды, прокуроры. Если это раньше была часть, то сегодня, к сожалению, они все периодически раз в 4-5 месяцев закрывают в тюрьму моих заместителей, наших сторонников. Николай Циклович, мой заместитель, мы знакомы с детства, учились за одной партой. У нас возбуждают уголовное дело уже по фейсбуку, то есть создают в фейсбуке страницу с его лицом, вторую с моей. И якобы я ему пишу, а на странице видно, что создано 2 дня назад. И якобы я ему пишу, Коля, давай расстреляем начальника полиции. Он говорит, нет, давай, не надо, давай через 3 дня. И они за это делают. Вот людей возбудили дело, ночью посадили в тюрьму, просидел в тюрьме больше 4 месяцев. Сегодня уголовные дела практически у всех руководителей нашей партии. В 2015 году мы прошли более тысячи обысков и арестов по всей стране. Как сообщил лидер нашей партии, правящий режим пытается дискредитировать политформирование и на международной арене. Сегодня уже пытаются создать на международной арене, то есть сегодня, если послушать молдавского генерального прокурора, руководства МВД, то у нас все мэры в партии преступники. Весь национальный совет преступники, хотя до того, пока мы не стали одним из лидеров в стране, у нас ни у кого из нас не было ни одного уголовного дела, ни в одной стране нет. Лидер нашей партии отметил важность улучшения ситуации с трудовой миграцией граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации. При вашей поддержке, я уверен, что результаты будут другие, у нас же сотни тысяч граждан Молдовы работают в России. Вы правильно хренили, сделали безвизовый режим, все поехали, но потихонечку все равно перебрали, то есть большинство находится здесь. Слава Богу, есть какие-то продвижения по амнистии для большинства, которые имели какие-то незначительные нарушения. Есть категория других наших чиновников, которые сегодня в России являются невизными, и слава Богу, потому что точно что-то уголокуют по дороге. Да, это было что-то такое. На всем постсоветском пространстве наметилась новая свежая тенденция в другой форме, но восстановить в чем-то Советский Союз, как Евросоюз, он же есть, потому что все увидели. Экономика буксует у всех, потому что связи разорвали. Безработица везде, потому что рабочие места поисчезали. Значит, и все остальные тенденции, допустим, чем плохи были молдавские фрукты, овощи, вино и вообще любая продукция, произведенная в Молдавии. Мы сейчас везем из Чили. Неужели это стоит дешевле из Чили привезти, чем на фурах из Молдании? Язык нас объединяет. Как бы ни был красивый молдавский язык, все-таки 300 миллионов на русском говорили и сегодня говорят. Поэтому в Евросоюзе никогда не будет одного языка. Немцы не будут учить французский, а итальянцы не будут учить, так сказать, португальский. Поэтому у нас есть общее пространство, у нас есть язык, а с вами, с жителями Молдавии и вера еще. Рената Усатый пригласил делегацию ЛДПР наблюдать за работой пятого внеочередного съезда нашей партии, который пройдет 18 марта в Кишиневе. Владимир Жириновский ответил с согласием и в свою очередь пригласил Рената Усатого и делегацию нашей партии на празднование 30-летия ЛДПР, которое состоится в декабре 2019 года в Москве. Сегодня был заложен первый камень. Мы пригласили делегацию ЛДПР на съезд нашей партии, которая пройдет 18 марта в Кишиневе. Они с удовольствием приняли наше приглашение. Ждем делегацию ЛДПР в Кишиневе, где также уже поближе познакомятся со всеми коллегами, со всеми моими заместителями для того, чтобы определить конкретные участки работы, кто чем будет заниматься и будем двигаться вместе вперед. Это наше первое соглашение с партией из другого государства. Я очень рад, что мы подписали это соглашение с ЛДПР, потому что это одна из старейших партий России. У них есть колоссальный опыт. Нам есть чему учиться и касаемо партстроительства. Нам очень важно, чтобы молодежная организация ЛДПР вошла в контакт с молодежной организацией нашей партии. Также там, где они представлены в регионах, где у них есть губернаторы, главы районов, значит, примары от нашей партии смогут, соответственно, в том числе на местном уровне сотрудничать с их представителями.